Сегодня мы, жители Ленинского района, собрались для того, чтобы проявить солидарность с нашим соотечественником Нариманом Аметовым и выразить возмущение. Сегодня любой человек, который говорит, я мусульманин, а крымский татарин, уже является для этого государства преступником. Мы видим, сколько людей пытали Рената Параламова, Раима Айвазова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых. До каких пор этот список будет продолжаться? У нас есть дети, у нас есть внуки. Мы сегодня боимся, видя тот произвол, чинимый над нашим народом. Мы боимся за будущее своих детей, внуков, которые живут в государстве, не зная, что с ними будет завтра. Это как можно понять человека, который не совершил ни единого преступления, жил среди своего народа и среди других народностей, не обидив никого, не унизив никого, его похищают, одевают на голову мешок и издеваются над ним. Это нормально? Мы вернулись в Крым не для того, чтобы кому-то угрожать или кому-то чинить препятствия. Мы живем рядом с людьми, которые являются не мусульманами, то есть русскими, с украинцами, с корейцами и тому подобное. И мы ни одному человеку и ни одной нации не сделали плохого. Хватит из нашего народа лепить террористов, экстремистов, диверсантов. Мы знаем, что мы не совершали таких действий. И не будем этого совершать. Ибо наша религия это запрещает. И мы в знак солидарности, в знак возмущения требуем от этой власти прекратить в первую очередь. А самое главное найти и наказать преступников, которые издевались над нашим народом. Наши отцы и наши деды, многие потеряли свою жизнь, мечтая вернуться в родной Крым. Но однако не всем это посчастливилось. И вот мы, дети тех родителей, которые вернулись в Крым, казалось бы, счастливы, вот, начнем только жить. Что теперь начало происходить? Начали происходить и алисты. Беззащитных наших детей, наших родных, близких, наших внуков и детей. Когда допросы утром, рано, ночью забирают людей, пропадают наши ребята. До кем это все будет продолжаться? Дайте нашим детям покоя, чтобы жить спокойно на нашей земле. Мы виноваты только в том, что мы крымские татары, которые хотят жить у себя на родине. И мы будем жить. Мы будем стараться их защищать друг друга, потому что мы все братья и сестры. У меня слез наворачивается на глазах, когда я говорю об этом. Но однако я это буду говорить и буду стараться и буду защищать. Я обращаюсь ко всем внутренним органам, ко всем руководствам обратить на это внимание. Я очень надеюсь, что это будет в последний раз и больше этого не будет. Дай Бог, дай Аллах, чтобы это больше не повторилось. Аминь. Крым наша родина. И мы от него никогда не откажемся. И мы будем жить. И иншаллах. Аллах нас поддержит в этом. И мы никогда насильственным путем свои цели не добивались. То, что мы приехали в Крым на митингах. Милиция нас окружала, била. И людей сажали в тюрьмы. Но мы вернулись. И мы будем жить. Субтитры сделал DimaTorzok